Афганистан В ВВС Афганистана 2 апреля разбомбили медресе в районе Кундуза на границе с Таджикистаном, где проходил конкурс «Чтецов Корана», сообщает местный телеканал «Толо Ньюз». В конкурсе участвовали более 200 человек. По данным властей погибло 25 человек, а по словам очевидцев, погибших более 60 человек, пострадавших более 100 человек. Власти заявили, что это была операция против Талибан, однако представители Талибан опровергли присутствие членов движения на конкурсе. По словам участников мероприятия, среди погибших есть как маленькие дети, чтецы Корана, так и ученые ислама. Данный район находится под контролем правительственных войск, и это делает бомбардировку еще более бессмысленной. Напомним, что это уже не первый случай, когда мирные жители становятся жертвами атак с воздуха, которые проводятся американскими военными и подчиненными им местными властями под предлогом борьбы с Талибан. Россия не планирует останавливать визовый режим со странами Центральной Азии по причине невыгодности, но при этом ужесточает миграционное законодательство. Об этом заявила в интервью радио «Комсомольская правда» начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова. И так много так называемых союзников у России для того, чтобы мы закрывались от Средней Азии. Мы ведь о ней в первую очередь ведем речь. Нужно понимать, что основной поток въезжающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов – это люди, которые едут к нам в поисках более надежной, благополучной жизни. Они хотят заработать и помочь своим семьям. И только крупицы несут риск благополучия. Вот эти крупицы мы как раз и должны сделать им въехать, этим крупицам, недоступным, для чего на границах нужно проходить будет тотальный контроль. Также Кириллова сообщила, что на сегодняшний день в России находится около 9,5 миллионов иностранных граждан, причем половина из них – выходцы из Центральной Азии. Эксперты отмечают, что в случае установления визового режима со странами Центральной Азии, ущерб российской экономике будет огромным. И именно это заставляет Москву терпеть наплыв мигрантов, которые год от года исламизируются и неизбежно оказывают влияние на мусульман в самой России. Именно это, по мнению специалистов, является причиной ужесточения миграционного законодательства со стороны властей РФ. Из-за высокой безработицы все больше граждан Туркменистана покидают страну в поисках заработка. Вместе с тем, власти страны усиливают меры по возвращению трудовых мигрантов на родину. Как рассказывают туркменистанцы, беседовавшие с туркменской службой радио «Азатлык», В результате массового сокращения рабочих мест в последнее время увеличилось число граждан, желающих уехать в другие страны, чтобы заработать на жизнь. «Меня недавно уволили, не заплатив даже выходного пособия. Несмотря на то, что у меня высшее образование, обойдя множество организаций и фирм, я не нашел другой работы. Цены все растут, жизнь становится тяжелее. «Мне самому пришлось уехать из страны, собрав последние деньги», – рассказал туркменистанец, пожелавший остаться неназванным. Тем временем можно наблюдать усиление мер со стороны туркменских властей по принудительному возвращению туркменистанцев из других стран. При этом не только трудовых мигрантов, но и студентов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях. Поступает сведение о том, что органы безопасности вызывают родственников туркменистанцев, находящихся за рубежом, в том числе студентов, и оказывают на них давление. «Недавно вызвали в местный отдел полиции и потребовали возвращения моего младшего брата. Они сказали, что ему необходимо выполнить долг перед родиной. Предупредили, что если он не вернется и не пройдет службу в армии, его как дезертира привлекут к уголовной ответственности», – рассказал один из жителей Мары. Кроме того, власти страны молчат о безработице, являющейся основной причиной того, что туркменистанцы в поисках заработка уезжают за пределы страны. Согласно некоторой информации, которую опубликовали туркменские СМИ со ссылкой на собственный источник в правительстве, уровень безработицы в стране составляет 60%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok